Ну что, дорогие кенишемцы, сегодня мы открываем 122-й театральный сезон по традиции спектаклям по пьесе Островского. Но особенность этого сезона заключается в том, что мы показываем, что показывает спектакль Островского не кенишемский театр, а приглашенный театр из Москвы, театр имени Петра Фоменко. Это один из самых популярных театров России, самых посещаемых театров Москвы. Ну, я думаю, что спектакли нам расскажут наши гости поподробнее. Я хочу слово предоставить Андрею Михайловичу Боробьёву, директору театра. Спасибо большое. Мы очень рады, потому что очередной наш сезон Мастерской Фоменко начался большим гастрольным шлейфом. Мы только что вернулись из Екатеринбурга, наконец-то оказались в Кенишеме, в городе, в котором мы ни разу не были. И для нас это большое счастье, большая честь, потому что один из самых первых спектаклей, который открыл наш театр, открыл наш репертуар, это был спектакль по становке Петра Ивановича Фоменко по пьесе Александра Николаевича Островского «Волки и овцы». Собственно, тот спектакль, который мы сюда привезли, спектакль, которому на один год больше, чем нашему театру, ему уже больше 26 лет. И мы сохраняем этот спектакль. Он очень любим нашим зрителям, он объездил почти весь мир, играется в том же составе, в котором он создавался. Я очень надеюсь на то, что и жителям Кенишем, и театральным зрителям, и специалистам этот спектакль тоже придется по душе. Сразу после возвращения с Кенишем мы полетим в Саратов, и у нас еще довольно много других поездов. Но тем не менее мы хотим сказать славу и благодарности в адрес Натальи Викторовны Сурковой и Федерального агентства «Большие гастроли» за их поддержку и за приглашение оказаться на родной земле великого драматурга российского и причаститься к этой потрясающей природе, к этой энергетике. Я уверен, что эти гастроли для нас тоже будут очень важными и значимыми. Мы привезли вместе со спектаклем уникальных артистов, потрясающий костяк. Это те люди, которые являлись основоположниками театра. Тот самый замечательный набор 1988 года, который набрал Петр Иванович Фоменко, и с которого началась мастерская Петра Фоменко. Это заслуженные артисты России Тагир Тимирханович Рахимов, Галина Борисовна Тюнина, Кирилл Альфредович Пирогов и Карен Карлович Бадалов. Остальные, кто обедает, кто готовится к спектаклю, я уверен, что они точно окажутся на сцене сегодня вечером. Я хочу еще уточнить, что действительно эти гастроли, то, что такой замечательный театр и привез такой спектакль нам, это, конечно, благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации, потому что существует такой проект «Большие гастроли», и мы как раз попали, по нашей заявке, мы попали, вот эта поездка этого театра попала в рамки «Большие гастроли». Конечно, это только благодаря вот этому проекту «Большие гастроли». Вели ли кто-то из вас посмотреть наш театр, и наш город, может быть, какие-то первые впечатления о Кинишине? Очень много воздуха, очень просторный город, такие широкие улицы, вот эта площадь, рядом с которой нас поселили, замечательная гостиница на воде, гигантская Волга, дивной красоты, противоположный берег, сегодня еще так чудесно светило солнышко, прощание с летом, золотеющий лес. Очень красивый и очень светлый город, очень добрые, отзывчивые, красивые люди, улыбчивые очень, как-то их не очень много на улицах, наверное. Рабочая неделя, все трудятся. Почему Кинишин? Ну, опять, почему Кинишин? Потому что позвонила Наталья Викторовна Суркова и сказала, что было бы очень здорово, если бы мастерская Петра Фоменко приехала в Кинишму. Я сказал, что надо сказать, что за четверть века мы ни разу не побывали в Кинишме, хотя мы побывали в огромном количестве городов России, и что в этом смысле Кинишма является для нас одним из главных приоритетов. И как только появилась такая возможность, вы знаете, что гастроли театра очень сложные, история очень дорогая, на это нужен большой ресурс, и финансовый, и организационный. И как только стало известно, что большие гастроли готовы нас поддержать, мы, естественно, тут же и спились. И эти гастроли случились, и мы очень этому рады. Волнение есть, зритель новый, неизвестный. Что же здесь аборигенов? Нет, нормальные, хорошие люди, по городу общаются, все очень такие приветливые люди, что же они островские, тем более на родине. Да, островские у нас есть. Хороший народ, ничего, ну, как они от нескольких умерли. Нет, а вот такой вопрос, ты когда выходишь на сцену, ты продолжаешь волноваться или нет? Если я говорю, что волноваться, мне делать нечего в театре. Вот, вот к чему вопрос. А народ очень такой, в магазинах, на рынке везде походили. Нам очень понравились местные продукты, здесь столько специаля-те, какое-то сало, всякие мясные продукты, сделанные без добавления химии. Мы оказались просто в каком-то оазисе того времени, когда все еще делали из натурального продукта. А вот этот спектакль «Волки и овцы», его специально подбирали под кинишем? Нет. Ну, я сейчас, это, наверное, ко мне. Ну, возможно. Дело в том, что я давно наслышана о спектакле «Волки и овцы». Вот, естественно, я собрала всю информацию о нем, набила, как бы, справки по Москве. Вот, и когда представилась такая возможность, что мы можем через большие гастроли этот спектакль вывести в кинишму и показать им на открытии театрального сезона, конечно, я здесь все усилия к этому приложила. К счастью, большому счастью, руководство театра «Поменко», они откликнулись, очень активно откликнулись на это. Ну, почему, вам уже объяснили, почему. Поэтому спектакль, он известный, он в 93-м году, по-моему, премьера этого спектакля состоялся. В 92-м году премьера состоялась. Вот видите, 20... Театр в 93-м образовался, а премьера в 92-м... В 92-м году. И этот спектакль, он обладатель всех международных этих театральных премий. Поэтому, естественно, увидеть кинишемца, так как мы родим Островского, не увидеть этот спектакль, тем более я, насколько наслышана, что спектакль может быть скоро вообще сойти, да? Ну, мы же не вечны. А я просто и говорю. Пока мы живы, точно нет. А я просто и говорю, да. С любимыми не расставайтесь. И поэтому очень хотелось, чтобы кинишемцы увидели настоящего Островского, тем более, что я читала, там критик отмечает, что это эталон, как бы, один из спектаклей, вот эталон Островского. Вы только нас не перехвалите, а то... Ну, я говорю то, что я прочитала в интернете. Потом зрители придут и скажут, ну что, спектакль, спектакль. Нормальный, драматический спектакль. Ну, я вообще... А вот еще Рома может добавить, да. Это наш режиссер-постановщик. Да, я вообще самый счастливый человек из кинишемцев, потому что я застал Петра на ум еще живым, и был на мастер-классах, нас от щуки водили. Вот, поэтому я, как только я узнал, что едет этот спектакль, волки-овцы сразу сказал, да. Вот это сразу, да. Тут даже думать нечего. Ну, мы посмотрели ваш театр, вчера провели довольно подробную репетицию, и после репетиции как раз вот с Галей и с Кириллом мы разговаривали по поводу театра драмы, и Кирилл и Галя тоже высказались в пользу того, что если вдруг у нас наладятся контакты, продолжатся отношения, и большие гастроли нас не бросят, или, может быть, небольшие гастроли, кто-нибудь еще окажет поддержку, то мы бы, конечно, с радостью привезли сюда на очень хорошую, красивую сцену, прекрасно оборудованную и согретую теплом коллектива театра. Мы, конечно, с удовольствием бы привезли и семейное счастье Толстого, Львана Николаевича, и, допустим, Египетские ночи, и Кушкина. У нас есть целый ряд очень хороших спектаклей, которые прекрасно встали бы в зеркало вашей сцены, легко адаптироваться. Ну вот у нас есть фестиваль «Горячее сердце» русской классической драматурги имени Островского. Ну вот, а почему бы и нет на один из фестивалей, и посмотреть этот, рассмотреть этот фестиваль? Давайте сейчас сначала проведем сегодняшний и завтрашний вечер, желательно с достоинством. Кто-то вчера был на экскурсии по городу, кто-то сегодня ездил с Челыковым от Карен, например, сегодня был с Челыковым. Расскажите, пожалуйста. Ну, с Челыковым я не первый раз. Игорь Овчеников, наш летописец, нашел театр, который, когда мы еще только были студентами, на первом курсе, он все снимал на видео. У нас такой человек, который смотрит на нас через объектив. Вот. И Челыково – это же особое место. Там очень много людей театральных, и там многие вещи. И там еще связано для меня с тем, что там недавно была похоронена Рима Гавриевна Солнцева. Человек, с которым я провел определенное время в Щепинском училище. Ну и вообще, я думаю, что Челыково – особое такое место, куда почему-то люди стремятся. Там красиво, хорошо и очень спокойно. Атмосферно. Как сейчас можно говорить. После Москвы там такое ощущение, что ты попадаешь вообще в другую реальность. Потому что тишина и очень красивая золотая восемь, если есть это понятие. То вот там оно реализовано. Ну, мне понравилось вообще в городе, потому что не дом – история. Ну, это удивительно вообще. Просто строение все эти дома, все с историей. Я вот очень интересно. Ну, я могу сказать, вот так я бы хотела сказать, что удивительно, но на сегодняшний день, он самый Талат Частровский, один из, если не самый, то один из самых современных драматургов, что казалось бы нереально себе представить. Актуальных. Ну, он подвижник театра, и вы знаете, что он очень был озабочен тем, чтобы русская драматургия на сцене шла, чтобы играли не французские в эдриле, а чтобы русские авторы писали, и чтобы получали авторские права. В общем, он очень такой был человек в этом смысле, болеющий за драматургию. И надо сказать, что артисты должны быть благодарны этому драматургу, потому что вот уже 200 лет он дает нам работу, дает радость театра, и на самом деле один из самых великих русских драматургов. И поэтому, конечно, играть его в его городе, имеющем к нему непосредственное отношение, это честь, это, конечно, волнение, безусловно, потому что чем больше мы играем в этот спектакль, тем больше у меня возникает, думаю, неужели люди любят Островского, они хотят его смотреть, Андрей не даст собрать. Мы думали о том, чтобы снять спектакль в силу того, что он идет уже очень давно, но зрители не дают его снимать, они ходят в полные залы, и представьте, что сегодня и бесприданница, которая идет в нашем театре, пользуется невероятным зрительским успехом. Ну, ничего кроме радости это не может наставить. Я думаю, Александр Николаевич был бы счастлив. Знаю, что его пьесы на сегодняшний день востребованы очень. Федор, может, вы что-то скажете? Мне очень радуется, что мы приехали в прекрасный город, на Волге. И вообще, Петр Анатольевич говорил в последние годы особенно часто, что он хотел бы, чтобы театр ездил по России, проездиться по Святой России. Да. И мы действительно стали больше ездить у нас. Это очень интересно, смотреть на свою страну в ромную разницу. И нам очень нравятся, конечно, волжские люди, если честно. Мы не можем сказать, чем. Просто это полностью противоположность мегаполисам, в которых мы работаем. И радость нам это очень. Мы тут ходим, все улыбаемся все время, знаете. Никого нет на улице, мы улыбаемся. Осень золотая, во Волге, это невероятно. Вы привыкли, вы это уже не замечаете. А так у нас просто расплывается. И мы стояли, конечно, смотрели на эту набережную, да? И поняли, что проект сценографии «Беспредайница», который создал Володя Максимов, необыкновенно соответствует именно строению той набережной, рядом с которой находится наша... Да, Петр Иванович очень хотел привезти сюда группу артистов, когда репетировали «Беспредайницу». Именно просто, чтобы увидеть это все и здесь, может быть, провести какие-то репетиции. Не смогли они, не приехали. Может быть, спектакль как-нибудь еще удастся привезти. Ну, я очень рада, что вы приехали. Очень рада. Просто... Возвращаясь к актуальности Островского сегодня, помогает ли это как-то вживаться в его образы? И вообще, легко ли играть Островского на сцене? То, что мы приехали сюда? Нет, Островского на сцене. Нет, Островского на сцене. Вообще. Ну, это очень сложно сказать. Это великая драматургия в силу того, что она не стареет, она не истощается. И она сегодня современно и все о том же. Петр Иванович называл две темы, которые волновали Островского на его взгляд. Это любовь и деньги. И по сей день ничего не изменилось. У людей всегда есть две основные темы жизни. Это любовь и деньги. И вот как она решается, эта тема сегодня, как она решала вчера, это уже можно увидеть, смотря на его пьесы. Трудно его играть. И его играть очень радостно. Это вообще дар для артистов. Вот был человек, который писал роли артиста. И чтобы он так любил эту профессию и так писал для нас, ну, это, конечно, большая редкость и счастье. Ну и, кроме того, вот и Кирилл, и Карен, и Тагир, занимаясь преподавательской деятельностью, не дадут собрать, что во всех театральных вузах, в общем, основой для пробных работ, для каких-то этюдов, эскизов, для показов, экзаменационных работ, конечно, пьесы Островского, в первую очередь. С Островским есть одна такая метаморфоза. Всем кажется, что он очень простой автор, чтобы просто поставить. Обратите внимание, как мало хороших постановок Островского. Он очень хитрый автор. Там надо очень скрупулезно разбираться вот в этой вязи, которая существует, чтобы не сделать его, чтобы не получилось, чтобы не простота хуже воровства. Понимаете, да? Вот Петр Наумович обладал, ну, он был гений, и он обладал этим умением разбора, умением, чтобы погружение внутрь, и почему так долго играет спектакль? Это же фантастика, да? Удивительно, что он не ставил так, чтобы на премьеру никогда спектакль. То есть всегда в разборе закладывалось то, что может вырасти вместе с артистом. То, что артист в определенном возрасте играет, через некоторое время перестает играть, потому что понимает про что. То есть и у Островского, я думаю, эти вещи заложены. Заложены. Он непростой, он смотрит автор. Еще хотел добавить тоже, ну, это все знают, наверное, сейчас, но когда начинали играть этот спектакль, ребята, и были слова, и ситуации, которые не очень понятны были в то время. А сейчас все это гораздо больше понятнее. И Планк, и Декси, и все эти понятия стали... Естественными. А в 90-е годы люди вообще не понимали, что это значит. Поэтому, мне кажется, годно. Наоборот, его время. Острее и острее, да. Он же Островский. Это у нас стабилие. Да. Годы Холодной войны против империализма Островского вообще превозносили. Это сейчас его не любят власти. Раньше превозносили. Мне очень нравится в горячем сердце, когда фраза говорит, нечего. Может, от этого не очень любят. Но помню. Да Бога высоко, да царя далеко, а я у вас близко. Да, да, да.